Бывший голландский ультраправый депутат и ярый исламофоб поведал в интервью свою историю принятия ислама. Юрам Ван Клаверен рос и воспитывался в ортодоксальной христианской семье, однако уже с подросткового возраста протестантская догматика вызвала у юноши много вопросов. Позже он занялся сравнителем религиоведения. Начало учебы Юрама в университете совпало с событиями 11 сентября 2001 года. Происходящее настолько впечатлило мужчину, что сподвигло начать работу над антиисламской книгой и уйти в политику, где он лоббировал исламофобские интересы. Несмотря на то, что Юрам твердо стоял на своем в отношении веры, в ходе написания книги случилось непредвиденное и изменило всю его жизнь. Задаваясь вопросами, проводя анализы и аналогии между двумя религиями, исследователю довелось общаться и с мусульманскими учеными, ответы которых показали ему абсолютно иную истину. Безусловно, мой настрой уже был не настолько антиисламским благодаря тому, что я узнал, прочитал и прочувствовал. Сейчас это звучит будто какая-то волшебная сказка, но все таки было. На столе лежали разбросанные книги и в глубине души что-то подсказывало мне, это же и есть шахада. После чего я убрал все книги и сложил их на самую верхнюю полку, но их было так много, что некоторые книги упали. Среди них был Коран. Когда я подобрал его с пола, моя рука непроизвольно оказалась на странице с 22 сурой и 46 аятом, в котором говорилось «Поистине, слепнут не глаза, слепнут сердца». И я подумал про себя. В этом-то и есть проблема. Дело было не в глазах. Я все прекрасно понимал. Никто не заставлял меня писать эту книгу. И в действительности не глаза были мои слепы, а мое сердце». Бывший ультраправый политик признает, что раньше он не церемонился в выражениях и порой очень жестко высказывался об исламе и мусульманах. Но теперь все изменилось. Он очень сожалеет о сказанном и одновременно чрезвычайно рад тому, что все же обрел истину. «Я часто говорил, что ислам – это ложь, а Коран – это яд. И когда я это говорил, то подразумевал всю религию в целом. Это и есть верх джахилии. А теперь я очень сожалею об этом. Я стал гораздо счастливее после того, как стал мусульманином. Мне бы хотелось, чтобы и вы стали мусульманами. Ты обретаешь умиротворение души, покой в сердце. Ислам – это истина». Несмотря на различия религиозных предпочтений, в семье Йорама нет разногласий. Его жена с удовольствием готовит для всех халяльную еду, а дети, которых мужчины планируют воспитать в исламе, с удовольствием интересуются религией. Ума-класс – это онлайн-школа для детей любого возраста. Вся школьная программа, официальное зачисление в любое время года, удобная IT-платформа, получение базовых шариатских знаний, углубленное изучение арабского и английского языков. Получите бесплатную консультацию на сайте умокласс.ру. Ссылка в описании.